денис приветствую тебя привет всем очередной эфир соответственно обсуждаем рынке фундаментальные технические возможности сейчас рынок как все прекрасно видят крайне волатильный опять же все финансовые инструменты отходит от среднего отчета по инфляции сша который вышел во вторник собственно если немножко вернуться назад когда мы с тобой анализировали рынке в последний раз мы как раз обозначали второжную карту того что впереди будет отчет по инфляции и потом уже через неделю заседание американского регулятора то есть это событие которое непременно повлияет на динамику доллара мы побычи смотрели отношении бакса связи с этим ставили на снижение рисковых инструментов то есть у нас была с тобой полная синергия в этом плане и уже не первый раз и мне кажется что сегодня отчасти можно уже подвести какой-то предварительный хим итог сделать вывод что фундаментальный фон он в данном случае без каких-либо второстепенных сценариев прям был однозначно конкретным прямолинейным который стал причиной того укрепления доллара который продолжается собственно и сейчас собственно как долго будет расти доллар это очень хороший вопрос но я думаю что как минимум до 21 сентября то есть до следующей среды каких-либо препятствий у доллара не будет потому что рынок сейчас будет жить одной идеи это желание поспекулировать на том как далеко будет готов зайти американский регулятор потому что если до выхода отчета по инфляции участники рынка склонялись пользу того что ставку повысить на 75 байс пунктов то после выхода уже данных по инфляции когда базовая сразу на 0,4 процента был задан абсолютно логичный вопрос как бы ну скажем со стороны инвесторов они уместно ли было бы сейчас поднять ставку даже на 100 базисных пунктов и сейчас если посмотреть на именно фэдвотч инструментов дает оценку того как участники рынка готовится на повышение процентной ставки сейчас вот в моменте перед нашими фирмами я посмотрел это отчет база данных скажем чикагской биржи трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов почти в 40 процентов хочу для контраста подсветить что буквально до выхода данных по инфляции вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов была где-то в районе 5 процентов и вот насколько сильно она выросла почему участники рынка закладываются под такой агрессивный настрой федеризиров потому что прекрасно осознают что базовая инфляция это то что уже практически вышло из-под контроля и нужно вмешиваться даже активнее чем это делал резерв ранее то есть более жесткая монетарная политика и я думаю что вот такую политику мы будем наблюдать в ближайшее время я сегодня предлагаю рассмотреть как раз частично я уже затронул тему доллара можно для большего разнообразия финансовых активов посмотреть на инструмент который коррелирует с индексом доллара это пара евро доллар а золото и рынок нефти если ты не против давать на поясницу конечно отлично так демонстрацию экрана запустил сейчас друзья на ваших экранах пара евро доллар котировки 099 60 ну собственно вот это этот часовой таймфрейм свечка которая последовала после выхода данных по инфляции без какого-либо сценария предварительного там роста европейской валюты сразу прям вниз камнем немного насолидировались мы в ходе вчерашнего прогулась есть но сегодня опять же идем снова вниз евро по всем вообще индикаторам начиная от фундаментального фона вот эту технику которую я периодически добавляю анализ рыночных настроений психологии все указывает пользу того что мы увидим новые локальные минимумы причем уже до конца возможно этой неделе я даже пойду дальше до конца протекущей такого сессии я ожидаю прям пробой поддержки 099 и потенциально движение еще ниже вчера собственно участники рынка очень рассчитывали на выступление главы яблокомиссии урсула фон дер лайн потому что она должна была представить меры того как европейский союз будет пытаться ограничить рост стоимости углеводородов в принципе формулировка она изначально неверна потому что если при всем уважении к могуществу европейской экономики никак не может повлиять на стоимости углеводородов но я думаю что там наверно были больше разговоры о тарифной политике и был расчет оптимистов которые очень хотели было увидеть быстрый выкуп европейской валюты там закрепление лучше прийти ты движение выше расчет был на то что она представит эти меры все осознают что давление на европейскую экономику осенью земной будет не таким значительным и у евро появится повод для роста но ничего такого интересного способного было бы вернуть на на рынок энтузиазма не сказала поэтому евро как снижался так и продолжает снижаться потом еще вышли данные по промышленному производству они дополнили картину такой тотальной слабости экономической стран европейского союза что тоже для нас возможно сделать дополнительный вывод о том что и скатится вот в эту рецессию которая неизбежна до конца этого года я честно говоря денис вообще не вижу ни одной причины почему евро можно было бы сейчас купить и знаешь начать анонсировать там цели один 0 3105 и последствия согласен 10 возможно такому сценарию можно будет только вернуться но вернуться тогда когда у нас будет четкий сигнал резерва что все хватит достаточно повышение процентной ставки и уместно будет там через какое-то время начать уже даже подумывать о смягчении политики и и снижение но это на мой взгляд разговоры только лишь на 2023 года и сейчас можно работать по тренду иногда рынок исказуем однозначно и дает такие возможности которые но просто глупо не использовать особенно тогда когда столько показывают за то что вот данном случае евро будет и дальше снижаться я рекомендую короткие позиции причем даже не важно откуда их вы бы не занимали друзья сейчас конечно же это нужно было делать еще раньше когда европейская валюта отметки 102 но так можно говорить всегда я и при текущих уровнях не считаю что все потеряно все упущено в плане возможности если допустить снижение евро там отметки 0 98 97 те мы умеем считать и прекрасно понимаем сколько это потенциальной прибыли которую можно заработать ближайшие золото в принципе уровень поддержки прямо вот сейчас существенные возле него золото уже находится 1684 доллара за трость к унцию я был сторонником того что он на долгосрока золото конечно же будет идти вниз потому что золото не сможет конкурировать с ростом доходности облигаций и укреплением позиции доллара так оно и получилось камнем летит вниз и золото пробиваем уровень 1680 ну скажем так 1685 около текущего значения и идем ниже цель 1650 долларов за трость к унцию здесь даже добавить нечего я всегда смотрю на золото как инструмента который сравнивают ситуации на долговом рынке совершенно сейчас друзья в моменте посмотрю сегодня доходности 10 облигации опять растут и прибавляют 1 процент с начала дня котировки сейчас 340 4 но как можно при такой доходности вообще имеет дело золото а тем более что американский рынок долга с начала июня то есть облигации по доходности выросли но практически сейчас примерно примерно на 40 процентов а золото за период времени потеряла 40 процентов ну ну ладно человек ругал 25 процентов то есть очевидно математика здесь не пользу рынка драгоценных металлов и что касается рынка нефти вот здесь у меня как раз идей пока честно говоря нету новостной фон неоднозначный с одной стороны это низкая вероятность возвращения на рынок иранских производителей это позитивный фактор с другой стороны китай где снижается спрос и это негативный фактор а доклад опек вчерашний потому что спрос на нефть все-таки вырастет на по моему 3 1 миллиона баррелей до ста двух и семи это позитивный фактор и опять же вчера вышел еще и релиз от администрации технической информации по запасам нефти которые выросли это негативный фактор я не люблю принимать решение когда он такие качели по фундаменту поводы и для покупок и для продаж поэтому если вам друзья интересно как можно сейчас действует нефти я думаю что денис ты можешь подсказать но с позиции фундамента я бы советовал немножко посидеть на заборе подождать в прояснение картины и не лезть но у тебя тогда ну что ж да мне есть что дополнить на самом деле я думаю это будет очень даже в тему начнем с евро по евро я абсолютно полностью согласен то есть сейчас чем знаешь как в этом в игре престолов зима близко вот это пожалуй нечто аналогичное чем чем ближе концу года тем сильнее закручиваются гайки и тем больше будут обостряться проблемы дело в том что я бы хотел напомнить что у нас это неделя точнее завтрашний день экспирационный на фьючерсах то есть соответственно валютные фьючерсы у нас завтра уже экспирируются со следующей недели уже полностью официально мы начинаем торговать декабрьский контракт поэтому сейчас происходит перетекание объемов сентябрьского на декабрьские контракты и соответственно за ролловером могут иногда быть такие но достаточно активные движения меня уже объема показанность декабрьского контракта потому что здесь уже на сентябре объем совершенно несущественные гораздо больше на декабрь уже перетекло значит что у нас есть по евро на данный момент я полностью придерживаюсь варианта дальнейшего снижения почему потому что да собственно у нас не объемов не опционов практически ничего нет что указывало бы на дальнейший рост тем более даже так видно что если взять перекосы в общем по ближайшим двум контрактам на колы путы то напутай их практически в два раза больше и внизу нас классный проторговки кстати говоря вот в этом диапазоне но если средний взять средний арифметическое то в районе 97 50 и как мне кажется то именно туда цена как раз может прийти его такой канальчик как раз накинул сегодня смотрю что он неплохо себя весьма так выглядит трендовая которая от коричневого сопротивление вообще прекрасно было от 1 2 3 4 5 5 касаний на одной траектории но это на самом деле весьма редкое явление и я даже вот по книгам не помню чтобы настолько красиво цена видела сейчас в области особой турбулентности находится поэтому я думаю что цену здесь еще по колбасит это такая формация очень непростая с двойным выбросом вначале выброс вниз потом выброс вверх и как правило когда потом формируется новое флэтовое накопление дальнейший выброс происходит в ту сторону в которую был сделан первый то есть вниз поэтому я по евро выставляя здесь основной приоритет по направленности вниз пока что вот в эту зону потому что там выше нету ничего следующий стратегический уровень там находится уже на 0 96 так что туда пока я сильно не загадываю хотя не исключая но 97 с половинкой здесь запросто могут протестировать и как ты уже говорил то есть новостной фундаментальный фон сейчас для евро крайне негативен и технически собственно точно так же по поводу золото золото мы с тобой когда в прошлый позапрошлый раз разбирали то есть говорили о том что только вниз 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 сейчас как бы так и есть то есть я еще на вебинаре тоже это говорил в понедельнике для подписчиков показывал своих закрытого канала что на 1680 это реально ближайшая цель но это далеко не финальная цель то есть ближайшая да это технический уровень у нас вот здесь раз и если еще отмотать леве ту здесь увидим вот 234 в общем такое скопление из четырех уровней это фактически у нас сильная такая поддержка сейчас сформирована поддержка для среднесрочного окончания коррекции потому что многие начали забывать о том что вниз по золоту нас формируется коррекционное движение потому что общее то вверх у нас пока еще не отменено то есть в этом году у нас где у нас вот этот год как раз март месяц 8 марта очень так символично получилось был сделан максимум и сейчас фактически вот плоская коррекция так можно эту структуру называть но здесь что интересно очень крупные проторговки проходят по золоту еще чуток ниже то есть там где у нас залита блочная конструкция по куту здесь еще на 1650 есть очень важный значим уровень и если цена сюда придет то отсюда конечно же буду ждать хороший возврат значит откуда можно было бы продавать смотреть но здесь такой ну я очень не люблю такие ситуации если честно потому что как правило лучше работать от границ но тем не менее здесь влили очень крупный объем то есть если попытаются снизу вот с этой зонки дать реакцию то скорее все где-то вот здесь цена споткнется и сможет снова сделать реакцию вниз я не знаю будут ли добивать до 1650 но если проводить общую корреляцию между например евро индексом доллара и золотом то есть такая вероятность что попытаются уйти еще и на 1650 то есть я не утверждаю что цена туда уйдет но вероятность такая реально есть и сейчас золото ну даже с точки зрения защитного актива но не особо это и привлекательная даже сам как-то рассматривал месяц назад возможность взять не банковский депозит а вот именно золото то есть накупить золото потому что надо как-то с инфляцией бороться и когда я посмотрел на спред между покупкой и продажей я понял что мне выйти в ноль нужно чтобы золото как минимум достигла здесь на международных рынках в районе на район 1900 я так на это посмотрел там это не ребята с такими приколами золото и правда не особо интересно вот разве что как стратегический запас поэтому 1650 это вторая цель 1680 это ближайшая цель крупный объем которые были залиты в данном контракте они максимально давят на цену и плюс прошлое зонка вращения здесь прекрасно себя отработала что касается нефти у меня с ней теперь личные счеты потому что у меня на этой неделе там немного всего полтора доллара по диапазону выбило там благо всего лишь один процент был заложен в риск но здесь что мне нравится что мне нравится мне нравится конечно что пытается вот этот затягивать искусственно то есть но явно видно что нет импульсной составляющей роста и объемы сейчас выстреливают это у меня стоит по моему декабрьский контракт до контракт декабря фактически сейчас можно смотреть и и ноябрьский и декабрьский просто на декабре там чуть больше открытого интереса поэтому контракт перепрыгнул но здесь в чем нюанс у нас объемы их очень хорошо будет сейчас видно на часовом графике они начали заходить вот вчера как раз на вот этом выбросе вверхе вот эти объемы сейчас они не перекрыты это я бы сказал на самом деле весьма классическая комбинация то есть о чем она говорит что цена может действовать внутри например вот так вот слетить но в случае если произойдет вот такой прорыв вниз и обязательно закреплением тогда мы увидим коррекцию вверх и домой вниз но это только в том случае если мы получим реально закрепление с текущих это подбрасывать монетку абсолютно одинаково потому что основные объемы вот мы их видим прям вот они аж торчащие такие как игла торчит то сделка по биду бит это рыночные продажи соответственно чуть выше появилась сделка еще вот по аску в данном случае по аску так как у нас не было толком реакция верх и цена быстро перекрыла район аска вниз это силу лимит и то есть аске это как рыночные покупки таки сил лимит и поэтому всегда нужно смотреть в контексте на реакцию цены в данном случае считаю что именно вот в этой свече как бы она не выглядела там попытка проталкивания то что в ней все-таки крупняк накапливал позицию на продажу а подтверждением это будет локальное накопление вот здесь и затем пробой с перекрытием вниз если это произойдет будем работать на продажу если этого не произойдет и цена уйдет вверх ну что ж тогда просто останемся без сделки поэтому здесь спешить не стоит поэтому в целом я думаю добьют вниз а вот уже от 80 долларов да там возможно действительно полноценный разворот вверх но пока что ждем пока я сильно не спешу но в целом я вижу что-то наподобие вот такой ситуации это если на рассматривать на кратко средний срок помет наиболее вероятно особенно учитывая то что сейчас сша расходу большое количество своих стратегических резервов они уже на минимуме с 84 года и в любом случае нужно пополнять поэтому думаю что если к 80 цена добьет то как раз в этом районе начнется пополнение стратегических резервов то есть пойдут покупки по рынку и следовательно мы увидим рост поэтому с точки зрения как фундамента такие техники вот с этих уровней очень возможен дальнейший рост но в моменте вот именно сейчас так чисто спекулятивно я буду ждать перекрытия работать на продажу и не спасите за твою точку зрения вот как раз ты хорошо на таймфрейме показал динамику нефти вот мне вот и не нравится то что она на 5 процента вверх 5 процента вниз потом вверх вот эти вот качели пила меня заставляет немножко нервничать и я предпочитаю оставить в покое в частности этот сектор лучше попытаю удачу вот в евро золоте как подсветил но не впечатали тоже интересно но я думаю что какие-то удачные точки входа может быть фундамент более интересный сложится сближать там нужно подтверждение да вот идут подтверждение будем работать не дадут спокойно себе отдыхаем спасибо тебе еще раз за твой анализ тогда классно у тебя закрытие недели хороших выходных а вернемся к анализу через неделю посмотрим прямо интересного реально следующий эфир уже будет после заседания фрс писаешь как интересно подведем как раз итоги и посмотрим в итоге что долгосрочно будет рисоваться но я все же думаю фрс на 0 75 процентов подымет не верю я в один процент особенно вот сейчас когда они уже несколько раз подняли вот чисто даже интуитивно сейчас говорю отбрасывая все здравый смысл просто интуитивно мне кажется не смогут ну крутова ты согласен да или с тобой с тобой согласно 99 и 9 процентов трейдеров то есть 100 варисных пунктов это так для максималистов которые хотят прям что-то совсем не думает а чтобы рынок раскачать даже типа того хотя куда его еще больше раскачивать и так движение несколько процентов каждый в удивительное время живем это точно аси в денисе еще раз тогда увидимся четверг и будем подводить итоги свидания фрс пока дайте тоже спасибо солнечных выходных и прибыльного закрытия недели спасибо пока пока